Молдова направила в ООН обращение с просьбой включить вопрос о выводе российских войск с территории нашей страны в повестку 72-й сессии Генассамблеи, которая откроется 12 сентября. Разумеется, Москву эта инициатива не обрадовала. Последовал вызов нашего посла в российский МИД, где ему передали просьбу воздержаться от этого шага. Теперь всем понятно, что в скором времени придется принимать решение. И от того, каким оно будет, зависит многое. Так чего же добивается этим поступком МИД, правительство, да и, скажем прямо, вся правящая коалиция в целом? На что надеяться? А главное, насколько этот шаг самостоятельный и к каким последствиям приведет? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите АКЧЕН-ТВ. Здравствуйте. И помогать разбираться в этом вопросе у меня сегодня будут мои гости. Здравствуйте. Это депутат парламента. Вы еще вице-председатель ПАСЭ, Валерий Угилецкий. Вы еще член делегации ПАСЭ от Республики Молдова. Здравствуйте. Глава бюро ТАСС в Республике Молдова Валерий Демидецкий. Добрый вечер. И Александр Одинцов, политолог, член Республиканского совета партии социалистов Республики Молдова. Вы знаете, давайте вначале разберемся с тем, кого именно правительство хочет вывести с территории Приднестровья. Потому что вот как звучит распространенный документ. Вот такая фраза. Просит передать пункт повестки дня заглавленный полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Вот как вы понимаете, кого просит правительство вывести с территории Приднестровья? Валерий, кого? Правительство пояснило свою позицию. Пояснило, но у нас разное, если вы читали, у нас разное понимание. Правительство точно пояснило свою позицию. О том, что оно выступает. И Молдова всегда выступала за вывод оперативной группы российских войск из Приднестровья. И речь не шла о миротворце. Правительство дело пояснило. Но дело в том, что дьявол кроется в деталях. Действительно, там все так сложно намешано, что сегодня, я думаю, что если бы это был не пиар-ход, а если это был реальный вывод ОГРВ, который охраняет склады в колбасне, я думаю, все бы пошли в ужас. По той простой причине, что встал бы тот же вопрос. А кто будет охранять склады? То же самое, как мы, допустим, господин Гимпу, он всегда обвинял, выступал. Ну, у него партия такая, там люди, которые не любят Россию, и это дело раздувается. Он всегда выступал за то, чтобы, как сказать, против России, да, ну и против миротворцев и так далее. Но господин Гимп, уже будучи исполняющим обязанности президента Молдовы, мог спокойно выпить утром вина, стакан вина для храбрости, и подписать денонсацию соглашения 92-го года. Я думаю, что его бы европейские партнеры убили бы за это. Потому что ставится вопрос следующий, а дальше что? Дальше непонятная ситуация. Давайте разберемся с тем, кого правительство, вот, потому что есть разночтение. И правительство потом поясняло, Валерий, не знаю, как вы вас воспримете, но они пояснили так. Это часть 14-й армии, оставленная для охраны складов боеприпасов. Вот, а о чем я говорю? О ГРВ. Но правительство еще не пояснило один такой пункт. Что такое ГРВ на сегодня? Вот многие не знают. Это, во-первых, не армия. У нас многие до сих пор говорят, что 14-я армия. И армия она никогда не была. Армия она никогда была, и даже в советское время это не было 14-я армия, это была кадрированная армия, которая должна была быть развернута в случае глобальной войны с Западом. То есть там хранились войска, вооружение и кадровый состав, который должен был набрать армию в случае войны. Даже когда начался Пренестровский конфликт, там были развернуты военкоматы, где начали набирать людей, потому что воевать некому было. Там бегали банды с одной и с другой стороны, и была непонятная ситуация, проводившая нормальных военных в ужас, потому что до сих пор и молдавские неформальные вооруженные формирования, и Пренестровские ставили в минные поля, которые до сих пор подрываются люди на них и так далее. Это был полный бардак. Поэтому я говорю, что армии там как таковой не было никогда. Сегодня ОГРВ это 1300 человек. Из них есть те, кто охраняет, поддерживает штаб, обслуживание и так далее. И те люди, которые охраняют склады в колбаснике, где хранится 20 тысяч тонн вооружения. И мы предлагаем... Еще ОГРВ, ОГРВ, Воленс-Ноленс, обеспечивает каким-то образом миротворческую операцию. Почему? Мы все прекрасно знаем, секрет Полишинеля, что вот когда было начало Пренестровской операции, миротворческой, там село 50 самолетов с десантниками. С разницей 3-4 минуты для того, чтобы обеспечить. Сейчас самолеты туда не летают. И солдат, миротворцев из России не привозят. Таким образом там служат или Пренестровцы, у которых есть российские паспорта, или Молдаване, у которых есть российские паспорта, которые не против зарплаты тысяч долларов. Валерий, если можно, очень просто. Правительство, вот как вы поняли этого документа, кого хочет? Убрать ОГРВ. То есть и миротворцев, и... Не миротворцев, конечно. Нет, не миротворцев, так. Правительство хоть просит убрать ОГРВ. И великолепно понимает, что ОГРВ убрано не будет, потому что это приведет в ужас всех, а кто будет охранять склады, которые могут расползтись в 3 километрах украинской границы. Понимаете, это чистый пиар-ход молдавского правительства. Поняла. Их как бы выполняет профессионал Дефуа. Мы сейчас разбираемся, что имели в виду. Вот Валерию, господин Гелецкий, ему все понятно. Но очень многим на самом деле было непонятно, потому что советник Порошенко Ирина Фрис, совсем недавно откомментировав эту инициативу Молдовы, заявила, цитирую ее фразу, Украина поддержит инициативу Молдовы лишить российскую, так называемую, миротворческую миссию в Приднестровье оснований для пребывания на молдавской территории. Так же точно поняли это и в Приднестровье. А вы как поняли? Дело в том, что все-таки здесь есть несколько сторон, на которых нужно обратить внимание. То, что господин Гелецкий сказал, это правильно. То есть уточнение, которое правительство сделало, оно связано с этим контингентом, который находится на территории Приднестровья, охраняет эти склады. И вот это была просьба, чтобы этот вопрос обсуждался на сессии Организации Объединенных Наций. Однако, здесь я не могу согласиться полностью с господином Гелецким в том, что операция по поводу вывода вооружения и этих складов, она началась гораздо раньше. Потому что, когда все это подписывалось, конечно, имелось в виду, вначале вывозят все вооружение, и потом этот контингент тоже уезжает. Эта операция началась. Она никогда не была доведена до конца. По каким причинам? Я затрудняюсь сказать. Может быть, умышленно не вывели все вооружение, чтобы был повод, чтобы эти войска были на территории Приднестровья. Может быть, были какие-то объективные причины, почему не могли вывести все это вооружение на территорию Российской Федерации, чтобы потом эти войска тоже отсюда выехали. Так или иначе, они сегодня там находятся. Да, где-то, можно сказать, есть и сторона пиар, но эта сторона пиар связана с политической стороной. Так или иначе, эту проблему без политической воли нельзя ее решить. Поэтому, что касается вот проблемы, которую поставили перед ООН, она нам ясна, потому что правительство уточнило. Что касается миротворческих сил, которые находятся на территории Приднестровья, то наше правительство раньше заявляло об этом. Поэтому это сходит, как бы, похоже, вот то, что и советник Порошенко заметила. Мы просили неоднократно, чтобы эти миротворческие силы были международными. Под международными, да. То есть, вы считаете, что Винегрет такой получился? Да, получился немножко Винегрет. Потому что есть проблема, связанная со статусом миротворческих сил на территории Приднестровья. И другая проблема, вот вооружение и те войска, которые там находятся, и охранять эти склады. Спасибо большое. Господин Одинцов, вот мы пришли к выводу, да, основному, что все-таки имеют в виду тех, кто охраняет склады в Колбасне. Поясните, пожалуйста, нашим телезрителям, как же это может такое быть, чтобы склады оставили, а охрану убрали. То есть, в этих складах, как говорит господин Демидетский, есть огромное количество оружия, да, то есть и вооружений, которые всегда говорили, что может стать пороховой бочкой, если рванет. А вот сейчас просят, собственно говоря, этих охранников на выход. Как вы к этому относитесь? Ну, как знаменитая эта фраза, господин Демидетский об этом сказал, что дьявол кроется в деталях. То есть, во-первых, это продолжение политики лицемерия двуличия, той власти, которая у нас сейчас есть, заявляя об одних принципах или заявляя о своем желании сделать что-то. Мы прекрасно понимаем, что за этими заявлениями и публикациями стоят совсем другие цели и задачи, которые они пытаются достигнуть. В данном случае это абсолютный пиар, желание подыграть западным партнерам, как их называют, раздуть антироссийскую пропаганду. Это сейчас очень модно, и за это платят деньги. Мы не получили очередной грант 100 миллионов обещанным Европейским Союзом. Румыния также, те гранты, которые выделяет, обуславливает их с определенной политикой. Именно под эту политику сейчас и поступило такое заявление. Я хочу обратить внимание телезрителей о том, откуда это все пошло. Пошло же от заявления в Конституционный суд ГИМПу, Бреги, Валерию Мунтиану и Карины Фусу в 2014 году. Они написали заявление с несколькими вопросами о нейтралитете, о размещении вооруженных войск иностранных государств на нашей территории. А 2014 год у нас что было? 2014 год у нас горячая фаза конфликта на Донбассе, обвинение, огромная пиар-компания европейских СМИ, мировых СМИ против Российской Федерации. Если вы помните, у нас одна не очень хорошая телекомпания активно муссировала тему российских танков, диверсантов, зеленых телевизоров и так далее, у нас в Молдавии. И вот в это время был написан запрос в Конституционный суд с несколькими вопросами. Очень странно, что Конституционному суду потребовалось целых три года практически для того, чтобы ответить на эти вопросы. И вот сейчас, 2 мая постановления Конституционного суда номер 14, 2 мая 2017 года, они ответили на эти вопросы, поставленные перед ними депутатами парламента. В частности, они сказали следующее, о том, что не противоречит нейтралитету нахождения иностранных войск на территории Молдавии, раз, не противоречит участию Молдавии в международных акциях. И внимание, опять же, вот фраза, которую нужно, я думаю, что всем юристам, конституционалистам четко и детально изучить. Аналогично, то есть операциям аналогичных миротворческим миссиям ООН. Простите, НАТО это является аналогичной операцией миротворческих миссий ООН? Является. Но это уже противоречит нейтралитету. То есть, таким образом, Конституционный суд, на мой взгляд, превышает в очередной раз свои полномочия. То же самое, как с молдавским языком. Там четко указано молдавский, нет, они там говорят ля-ля-ля-ля и так далее. Придумывают какие-то формулировки, исторические экскурсы и так далее. 27 страниц текста абсолютно бредового. Абсолютно, это требует, понятно, что у нас решение Конституционного суда, оно обжалованию не подлежит. Но я думаю, что оно подлежит политической оценке всех политических сил. Я сейчас, возможно, даже не про Конституционный суд спрашиваю. Я вот пытаюсь понять. На самом деле, вот правительство наше представляет себе такую ситуацию, когда люди, которые охраняют эти склады с оружием, должны просто сейчас взять и покинуть территорию Приднестровья. Нет, ну это немножко не так. А как? Дело в том, что я уверен, если будет резолюция ООН, то в этой резолюции обязательно будут и статьи, которые будут оговаривать и выводы вооружений. Потому что я отметил ранее, все с этого началось. Прекрасно понимаете и Соединенные Штаты, и Евросоюз, и ОБСЕ, все понимают. Господин Гелецкий, а почему об этом нельзя было написать? Вот они пишут, иностранных вооруженных сил. Почему нельзя было говорить, что правительство Молдовы настаивает на том, что будет решалась ситуация с вооружением? Их просто нельзя разделить. Еще раз говорю, и в формате 5 плюс 2 всегда об этом говорилось, и был график вывода этих вооружений с территории Приднестровья и так далее. Просто он до конца не был завершен. Это опять другой вопрос. Почему не завершили полный вывод вооружений с территории Приднестровья? Вот на это надо найти ответ. Но я еще раз говорю, я уверен, что если резолюция будет принята, я надеюсь, что будет такая резолюция, то мы увидим обязательно статьи, которые будут касаться вывода и вооружений, которые находятся на территории Приднестровья. По отношению резолюции я поинтересовалась, как эти вопросы решаются, какова возможная судьба таких вещей. И вот в одной из статей Алексей Тулбаря, он как раз был бывший, постоянный представитель Молдовы в ООН. И вот что он нам говорит. В 2006 году он внес в повестку Генассамблей ООН вопрос о замороженных конфликтах на территории СССР. Но продвинуться, он говорит, не удалось. Голосование за повестку на постоянном комитете, а у крупных стран, включая Россию, есть много рычагов этого не допустить. Шансы минимальны, говорит господин Тулбаря. Я даже не уверен, что все наши европейские партнеры, говорит он, проголосуют. То есть, в принципе, я еще советовалась сегодня с дипломатами, и они не разделяют вашего оптимизма в отношении того, что будет принята резолюция. Потому что вам ли не знать, что резолюция – это такой длительный, такой масштабный процесс. Нет? Нет, ну я сказал, что я надеюсь, что она будет принята. А, да, вы просто надеете. Насколько я оптимистично смотрю, это другой вопрос. Я прекрасно понимаю, я не знаю всю кухню ООН, но я знаю кухню в парламентской ассамблее Совета Европы, я знаю через бюро, когда проходят какие-то вопросы. Я понял, там другая, я согласен. Но все равно это непростые вещи. Так или иначе, зависит от того, если твои, скажем, диппредставители могут убедить тех стран, чтобы они поддержали тебя в этом результате. Это огромная работа. С каждой страной представляется? Вот как это? Во-первых, я почему улыбнулся, когда вы зачитали заявление пресс-секретаря президента Украины. Украина… Советника. Советника. Украина не является членом СОБИЗОО. Заблокировать это решение, это, знаете, это просто чистой воды вот так. Россия говорит, мы это обсуждать не будем, и все. И весь вопрос закрыт. Значит, или Китай, там их кто-то будет другой. Но здесь речь не идет, господин Детский, не обязательно СОБИЗО. Да? Давайте скажем… Нет, нет, нет. Ну, в конце концов, даже если будет, я очень сомневаюсь, что будет принята резолюция, но даже если она будет принята, ну, понимаете, она не имеет, ну, что дальше? Не знаю. Это будет иметь декларативный характер. Это одна из антироссийских таких будет деклараций. Понимаете, вот я понимаю, что это с этой целью и делается. Почему? Мы накануне предвыборного года. Так. Электорат не резиновый, он разделен у нас на два примерных лагеря. Сегодня идет борьба за эти лагеря, да? И одна часть политического эстеблишмента занимается, так сказать, я бы сказал погрубее слово, но играет тараф на одной стороне, другая на другой стороне. Мы стараемся угодить, так сказать, геополитическим игрокам, что очень опасно, на мой взгляд. Я бы желал бы, чтобы на территории Республики Молдова не было никаких иностранных войск, но для этого нужно урегулировать Приднестровский конфликт, нужно найти общий язык с людьми на левом берегу Днестра. Да. Для этого мы, к сожалению, ничего, мало что делаем, и это признают наши власти. И господин Канду сказал, что мы мало что делаем и почти ничего не делаем. Это признает и президент Додон, это не я, корреспондент Ас сказал. Почему? Потому что нас это устраивает. У нас большая часть политиков на правом берегу Держак, кормится с антироссийской политикой, большая часть политиков на левом берегу Днезак, кормится с антизападной политикой. И на правом берегу тоже с антизападной политикой. Пока это существует, пока истеблишмент получает гранты, кредиты, хорошие места, умеет хорошо жить за этот счет, у нас вот эта ситуация будет разделенности страны. То есть вы пессимист, я уточняю Я просто очень хотел бы Чтобы у нас было побольше политиков Которые думали бы о интересах Молдовы Пессимист в отношении резолюции В отношении резолюции Даже если она будет принята Ни к чему это такому не приведет Знаете почему? Представьте себе, что завтра Приняло ООН резолюцию Завтра командование российских войск Садится в самолет и улетает Штаб улетает И там остаются солдаты Которые сегодня якобы служат в ОГРВ Но у них местные паспорта Они никуда не улетят Куда они пойдут? Они пойдут в Приднестровскую армию И мы получим охрану Складов колбасни Неконтролируемыми Вооруженными формированиями Приднестровья Мы получим рядом Украину По которой сегодня махновщина и банды Мы получим головную боль Для госпожи Меркель Не для американцев Для американцев, извините меня Была бы здесь какая-нибудь вспышка Они бы только рады и погрели на этом руке Поняла вас Я не говорю даже об американском госдепартаменте Или президенте Я говорю о определенных кругах Как у нас, как в Румынии Как в США Как в России В Тирасполе, в Кишинюре Спасибо большое Я вас здесь прерываю Потому что я хочу спросить Господина Одинцова Вы согласны, что шансы на эту резолюцию Мягко говоря, минимальные Господин Тулбер и так считает По сути, нет большой разницы Она будет принята или не будет принята Это информационный повод Нет, давайте разберемся с тем все-таки Это важный момент Как вы считаете, у этой резолюции Есть большие шансы, что она вообще появится? Я думаю, что при желании Соединенных Штатов Вынести очередную резолюцию В антирусскую В очернение Россией И так далее Все же этим связано Шансы абсолютно есть Они просто просят государства Которые мне выдают огромное количество кредитов Это прекрасно понятно Тех голосует Есть так называемая торговля Об этом все знают Торговля ООН своими голосами То есть мы проголосуем за эту резолюцию Вы там в обменном какой-то помощи Окажут Это давно уже практикуется То есть шанс, если за это возьмутся США Ну естественно Если они положат на это большие деньги Задействуют свои режимы Которые там они содержат по всему миру То конечно Опять же все зависит от текста резолюции Если этот текст будет Очередное обвинение России В нежелании вывозить войск То есть декларировано без каких-либо обязательств И конкретных Самое главное Конкретных механизмов Ведь по сути никто не спорит С необходимостью вывода Иностранных войск И с тем, что мы нейтральное государство Даже президент об этом не спорит Но Соединенным Штатам То есть сейчас совпали несколько карт Или там звезды совпали так Соединенным Штатам необходимо Вернее определенному кругу Как мы видим Политику там Трампа с противостоянием С внутреннего противостояния В Штатах Необходимо раздуть антироссийскую риторику Раз Европейскому союзу Если до сих пор это было нужно То сейчас у них непонятно Они видят, что дальнейшее скатывание В противостояние Плохо от этого всем И непонятно, как они проголосуют Но простую декларативную резолюцию Нет проблем То есть, но эта резолюция С вашей точки зрения Она на решение Абсолютно декларативный характер Иметь скорее всего То есть, большая часть процентов Можно сказать Просто в очередной раз Осудят нахождение иностранных войск Но для того, чтобы реально Вывести войска И есть принцип Заприкленный в соглашении 1994 года Самое главное И с этим абсолютно все согласны Включая и Молдавия Это политическое урегулирование Приднестровского конфликта Вот с этим связано Сам вопрос Сам вопрос о нахождении войск И участии в войск Опять же, внимательно Знакомьтесь с решением Конституционного суда Там же четко указана фраза И я думаю, что данное Обращение правительства Молдовы в ООН Это является своего рода Рекламой этого решения Конституционного суда И попыткой его легализовать Чтобы потом ссылаться На определенные пункты Поняла, да Я вообще вкратце скажу Ну, к примеру Там указано о том Что Приднестровский конфликт Это агрессия Российской Федерации Против Республики Молдавия Указано, что Гагаузия Именно движение Гагауз Халки в 89-м Это было движение Против независимости Республики Молдова То есть бред Абсолютный бред Севой кобылы Извините за выражение Без механизма Реализовать это невозможно Вот мы поднимали уже вопрос Принята декларация Как выводить войска? Самолетам невозможно Там боеприпасы Которые нужно только Эшелонировать их Через железные дороги Как Украина к этому отнесется? Возникает куча вопросов Которые и европейский союз На это ни в коем случае не пойдет Я поняла А вот мы сейчас спросим Господа Гелесского Вот вы как считаете? Ваши коллеги сказали Что только при таких условиях Будет принята резолюция А у меня другой вопрос Если так не уверены Вот если на самом деле Понятно, что вопрос не решится То зачем? Я вот не согласен с тем Что господин Родинцов сказал Что никто не спорит Но с другой стороны Ничего не делается Я когда проводил поправку В решении Парламентской ассамблеи Совета Европы По поводу вывода войск С территории Приднестровья Я это делал Потому что я убежден В том, что присутствие Российских войск Никогда она не поможет Нам решить эту проблему Здесь просто получается Такой замкнутый порочный круг И кто-то Как господин Демидельский Господин Денцов Считает, что нам нужно Вначале урегулировать конфликт Затем армию забрать А я считаю, что нам нужно Найти пути, чтобы вывести Эту армию, это вооружение Потому что я не исключаю Кстати, господин Демидельский Использует одну, мне кажется Ключевую такую фразу С чем я согласен Он сказал, что погреть руки Я не исключаю, что Когда этот Приднестровский конфликт Появился, он тоже появился Потому что были силы Погреть руки Не исключена такая теория Что вообще Приднестровский конфликт Появился не из-за того Что у кого-то были какие-то Унионистские, нациалистические Какие-то взгляды Потому что там были запасы вооружения Потому что кто-то хотел Погреть руки на этом вооружении И так далее Поэтому присутствие Вот этих вооружений Или как бы того оружия И российских войск Господин Демидельский А решить проблему Присутствия резолюции? Если можно, вот сейчас Коротко решить Я думаю, что оно Способствует к тому Чтобы мы пришли К этому решению Потому что если ты Искренне веришь в том Что присутствие этих войск Не должно быть на территории Нашей страны И кстати, вот это Как бы сказать Очернение решений Конституционного суда Это тоже не некорректно Неправильно Это Конституционный суд Республики Молдова Это раз Во-вторых Конституционный суд Сказал очень четко Что нахождение Других иностранных войск Которые находятся здесь Согласие правительства Согласие властей Молдовы С тем, чтобы защищать Молдову Это не является нарушением Нейтралитета Господин Демцов А не то, что просто Присутствие каких-то войск Которые против воли правительства Против воли властей Находятся здесь Против, скажем Решения международных организаций Это разные вещи Поэтому мы говорим О разных вещах Поэтому должны быть корректными Когда мы говорим То, что должны эти войска Находиться Не должны находиться На территории нашей страны Понимаете? Нет, мы сейчас говорим Вообще Вы пытаетесь философствовать Я, например Если вы заметили Очень четко задаю вопросы Способствуют ли резолюции Или не способствуют Она решит? Нет, я не говорю Что она будет решать Но она будет способствовать Тому, чтобы мы все-таки Приблизили тот день Когда на нашей территории Не будут находиться Войска Российской Федерации И это вооружение Я поняла То есть, в принципе Она не решает Но, по мнению господина Гелецки Читает, что может способствовать Но что мы знаем точно Что это ухудшит Наши отношения с Россией Вы знаете Но я не согласен А я сейчас вас постараюсь убедить И поможет мне в этом Заместитель министра Иностранных дел Российской Федерации Господин Рябков Который прямо говорит Что в Москве Рассматривают этот шаг Игнорирующий Подлинные первопричины И реалии Присутствие ограниченного Российского воинского Контингента на Днестре Как еще одно звено В череде недружественной акции Предпринимаемых В последнее время В Кишиневе Противниками позитивных изменений В российско-молдавских отношениях То есть, все не так радужно Я права, господин Демидетский? Господин Гелецкий Уже не станет спорить Нет, нет Это точка зрения Российской Федерации Она естественно будет таковой Нет, секунду Вопрос был в том Ухудшат ли отношения Россияне сказали то, что сказали Господин Демидетский Вы как считаете? Говорит, что это недружественно Разве дружественно, чтобы ты держал свои войска На территории другого государства? Этот вопрос мы будем еще обсуждать Но мы сейчас с вами начали говорить По поводу отношений с Россией Господин Демидетский Вы как? Никакой угрозы с точки зрения военной ОГРВ для Молдовы не несет 1300 человек Из которых 500 вынуждены стоять На мертвожеских постах Никак не может противостоять Военным отношениям Двум восьмитысячным армиям И 30-тысячным военным вооруженным силам Двух берегов Днестра Если они начнут воевать Единственное, что их может остановить Это вот эти люди Которые представляют ядерную державу И в большей мере То, что на территории Не может быть Военной провокации Во вспышке вооруженного конфликта Спровоцировано какими-нибудь Кругами Заинтересованной Дестабилизацией в этом регионе Или, допустим, насолить Сделать какую-то пакость России Тоже останавливает только то, что там стоит Миротворческий солдат А будет стоять один миротворец С ржавым штыком И один державый И уже туда никто не сумится В военном отношении Господин Демдетский Я прошу вас прощения У нас мало времени Я очень прошу Не уводить Нет разговора Я понимаю, что сейчас Вы оба три Оба три, да? Вы все втроем Настолько люди в этом вопросе подкованы Что вы можете говорить часами Каждый Но есть Я вам объясняю Валерий, я прошу прощения Вопрос был такой Пожалуйста, ответьте начальник на вопрос А потом мы послушаем еще то, что вы считаете Вы не спросили Я спросила об ухудшении Молдороссийских отношений Как вы считаете Россияне просят Вызывают послание Гуцу И говорят Уважаемый Андрей Кириллович Вы не могли бы этот вопрос Отвечу одним нормальным случаем Который мне рассказал Бывший заместитель Министра и странных дел Молдовы Он сказал, что однажды Россияне подошли в ООН И попросили молдавскую делегацию Не ставить вопрос так И хотели договориться Мы сказали, что мы позвоним в Кишинек Проконсультируемся с нашими Здесь проконсультирулись И отказали Через 20 минут пришли американцы И сказали Мы с русскими договорились Проблему ставить не так, как вы хотите Понимаете? За нашей спиной договорились Что они там Где они уступили друг другу О чем они договорились Наши интересы были потеряны Я не хочу, чтобы моей страной Хотя она и маленькая Знаете, даже если вы бедная И маленькая страна Нужно иметь достоинства и мозги Совершенно согласна Я не хочу, чтобы на моей страной Играли, как играет сегодня Украина Которые выхолостили Извините, меня столкнули Погрузили в кровь В кризис Закрыли все предприятия Никто не хочет А потом разменяют на что-то Как или В такую судьбу прошел Вьетнам, Левия, Сирия Все страны прошли Боже упаси меня От Афганистана Боже упаси меня От этих игр Господин Демидетский Сейчас я пройду тест Я правильно ли понимаю анекдоты Секундочку Правильно Можно я скажу Вначале, прежде чем вы скажете Все-таки ухудшит Конечно ухудшит Спасибо Это делается для того, чтобы ухудшить Вот, видите, как все коротко и ясно По крайней мере телезрители уже понимают Вот господин Гелецкий считает, что нет Вы считаете, что да Господин Одинцов что считает? В Приднестровье находится около 200 тысяч Точно цифры нету Проживающих в Приднестровье Тем не менее имеющих гражданство То есть гражданство Российской Федерации Естественно, Россия будет беспокоиться Об этих гражданах И зная политику, проводимую в 92 году В 2008 мы знаем, что происходило в Грузии, Абхазии Они будут переживать по этому поводу Соответственно, такое требование вывода войск При отсутствии гарантий Какого-либо мира Или отсутствия военных действий А такой гарантии сейчас никто не может дать В условиях информационной пропаганды НАТО и так далее Естественно, отношение с Российской Федерацией хочется Это хорошо, что вы рассказали Это не будут, Валерий Потому что я сейчас Понимаете, большие игроки Они с собой договариваются Они с собой ссорятся и договариваются Но наивно думать, что они ссорятся И договариваются в наших интересах Они нас просто используют Как болванов Я вас сейчас хвалю Потому что следующий мой вопрос Он высекает из этого анекдота Потому что не все Так рассматривают данные Нашей внешней политики Президент вот вчера на приеме Например, выступил с инициативой Не только говорить С представителями западных стран И Соединенных Штатах То есть он предложил, чтобы Все эти обстоятельства Заставляют меня подумать Над обращением к руководству Европейского Союза Президента России К действующему председателю ОБСЕ С просьбой Оказать совместное содействие В укреплении элементов стабильности И безопасности в Республике Молдова В том числе Обратив особое внимание На проблему Приднестровского регулятора Господин Гелецкий Вот смотрите Здесь есть попытка Учесть интересы всех сторон Разве это предложение Не является на сегодняшний день Если хотите наиболее оптимальным Мы говорим сейчас о декларации Я еще не видел конкретных предложений То, что были расставлены Некоторые акценты Господином Президентом Это хорошо Естественно Президент должен дать Какое-то направление В решении проблем Которые существуют в стране Но мы сейчас Я по крайней мере не увидел Со стороны президента Каких-то конкретных предложений Как решить Вот этот Приднестровский вопрос Потому я раньше говорил о том Что здесь Вопрос очень сложный Очень такой Как бы так сказать Вопрос гораздо комплекснее Чем нам кажется Вы согласны с тем Что вопрос Который мы сейчас обсуждаем Вопрос Приднестровский Он может быть решен Только если сядут за стол Переговоры Все стороны Мы не можем так давиться Говорить Вот вы россияне уйдите А мы дальше будем решать Я всегда Я думаю Что и скажем Большинство депутатов Которые Поддерживают Проевропейские курсы Они никогда не Не приходили с таким Инициативом Чтобы силовым путем Решать эту проблему Всегда Были Ратовали за то Чтобы через переговоры Через дипломатические Скажем так Каналы и так далее Найти вот эти точки Соприкосновения И решить эту проблему Просто На сегодняшний день Мы же прекрасно понимаем Что с одной стороны Мы это заявляем Но с другой стороны Есть и реалии Одна из реалий В том что Приднестровье Которое Получает поддержку Со стороны Российской Федерации Всегда говорит о своей Или о том Что они хотят добиться Своей независимости Если бы Приднестровские Власти Какие они есть На сегодняшний день Не признанные нами Но избранные на том Берегу Они бы Проявляли вот эту Открытость Давайте говорить о том Чтобы Мы нашли Какие-то решения Этой проблемы Но они всегда говорят о том Что мы Будем независимы У нас есть референдум И так далее Тогда получается Что собственно говоря Где эти точки соприкосновения На чем построить Вот это решение Приднестровской проблемы Понимаете Поэтому здесь еще раз говорю Я согласен с тем Что нужно Всем сесть Поговорить Это очень важно То есть понимаете Здесь столкновение Двух подходов Уважаемые господа Сейчас я скажу фразу Предоставлю вам Здесь столкновение Двух подходов Вот одни говорят Мы А мы на вас в ООН А мы вот Мы резолюцию хотим Пусть Россия выводит А другой вот говорит А давайте Понимаете Тут мы не можем Эту ситуацию решать Собственно говоря На одну страну Давайте мы будем Говорить с этими Давайте говорить с этими Давайте говорить с этим Вы понимаете Это получается Это разные подходы Вывод российских войск Опять он связан И с теми международными Обязанностями Которые взяла на себя Российская Федерация Это международное право Это безопасность Это Ну больше Понимаете Но нужно говорить Со всеми Господин Гелецкий Ну а что В ООН Не со всеми будут говорить В ООН Что будут только С двумя-тремя говорить Он представляет Собственно говоря Все страны мира Ну да Если в ООН Жаловаться на одну страну То это получается Со всеми Включая наверное И ту страну На которую мы жаловались Господин Гелецкий Вы хотели Вы так тянули руку Я Вы знаете Если бы мы хотели Решить Приднестровскую проблему Мы бы ее давно Решили Я давно наблюдаю За Я хочу напомнить Что меморандум Примакова Первый меморандум Где Приднестровье Украина Россия ОБСЕ Как страны-гаранты Признали Молдову Целостным государством Это было подписано С помощью По инициативе России Когда приехал Примакова Я это делал Освещал Я это тоже помню И Приднестровье Признало себя Частью Республики Молдова В рамках границы 90-го года Потом был Меморандум 2 Который не захотел Подписывать Петр Кириллович Лучинский Но потом взялся Воронин Так называемый Перетекший Меморандум Козака Потому что Козак По просьбе Воронина Приехал сюда И помогал Мы Вы помните Что было Зашел американский посол И наша независимость И все наше кончилось Вечером А на утро Мы стали Извините меня Маленькой частицей В больших жерновах Геополитических Эти жернова есть Они будут независимы Хотим мы этого или нет Нет Молдовы зависит Я еще раз призываю Мы Если думаем И наши депутаты И политики думают О нашей стране И о наших людях Половину из которых Они выгнали из страны Наши политики Очень любят говорить О многострадальном Молдавском народе Я думаю Что если молдавский народ Был не таким многострадальным Наши политики Были немножко Поумнее и получше Понимаете И больше думали о людях И не выгнали половину из страны Никто никого не выгоняет Люди добровольно уезжают Конечно Конечно Вот в это вы зря сказали Я боюсь Что-то вам ухнется На пребывной кампании Когда человек Имеет возможность Уехать куда-то Найти себе Господин Гелецкий Я однажды Я однажды Разговаривал с господином Лазером Он сказал Знаешь В советское время Тоже выезжали Но в советское время У человека был выбор Остаться здесь На более скромную оплату Или воспитывать детей Или разрушить семью И уехать Сейчас этого выбора нет А сейчас такого выбора нет Почему вы здесь Если у вас выбора нет Почему я здесь Если у меня выбора нет Ну мы с вами Это отдельная история Вы депутат А я работаю Есть еще миллионы людей Которые остаются в Молдове Нет Нет К сожалению Все меньше и меньше Я думаю Что все те люди Которые как раз уехали Они бы многое могли сказать И мне кажется Господин Гелецкий Некоторые из них Поэтому об успехах Евроинтеграции Надо спросить у этих людей А у них Тех людей Которые получают гранты Это тема другой передачи Господин Гелецкий Подождите секундочку Я закончу Поэтому я говорю Что я бы призвал Конечно думать О том О интересах нашей страны А не думать О интересах чужих стран В чужих геополитических раскладах А я бы поправила Нужно думать Об интересах граждан нашей страны Да Вот именно интересы граждан Понимаете К сожалению Я понимаю великолепно Что на правом фланге Происшла зачистка Начальника господина Гелецкого Посадили за миллиард Господин Гемпу Прекратил строить Европейскую интеграцию Сегодня сидит И плачет Господин Гелецкий Не будет отвечать Сегодня за начальника И сегодня надо кому-то Искать там место На этой политической нише На правом фланге Понимаете А это надо делать то Что говорил господин Гемпу У нас есть свой электорат Ну что делать Это тоже внутренне Вообще никогда не надо делать То что говорит господин Гемпу Но это мое мнение Я на нем не настаиваю Господин Одинцов Они его любят Я бы поспорила Как вы говорите сейчас Насколько любит Электорат господина Гемпу Идеи господина Гемпу Гемпу А ну это другое Гемпу по событиям Когда так доблестно Разбегался наш парламент Да вот Помните Гемпу уже я так понял Что не Люда Гемпу сказал Что кричали Люда Что меня лично Очень сильно задело Моя жена сказала Что он был похож на ЧМ6 Передострил Президент на самом деле Вот предложил эту идею Мы видим То есть он пытается Расширить круг Но была еще одна идея Хочу чтобы вы пояснили Не могу вас не спросить Вы член Республиканского Совета партии социалистов Необходимость концепции Постоянного нейтралитета Республики Молдова Сказал что Специальная комиссия Будет работать С участием социалистов Еще и экспертов И одобрение Это концепция Международным сообществам Об СЕ Он президент России Соседних государств Поясните Я уточню вопрос Зачем это нужно Вот сейчас господин Гелецкий Я даю вам сейчас голову На отсечение Скажет А зачем нам это нужно У нас нейтралитет Есть в Конституции У нас парламент Принимал Да Концепцию Вот господин Гелецкий Кивает Я ему даже аргументы Подарила за бесплатно Вот как вы это можете В политологии Как и в принципе В любой науке Необходимо То есть Вся наука Начинается с определения терминов А что такое нейтралитет Потому что К примеру В этом же решении Конституционного суда По запросу ГИМПа Указано О возможности Участия наших Молдавских войск В каких-то Миротворческих В каких-то Военных операциях На подобие И так далее То есть Четко нейтралитет Не расписан Абсолютно нормально Естественно И позитивно Для развития Молдовы Молдавской армии Участие наших войск В миротворческих Акциях Под егидой ООН И это Единственный Возможный формат В котором Молдавские войска Могут участвовать В каких-то Операциях За рубежом Например Обеспечение порядка Разминирование И так далее Но никак не в военных действиях Потому что Это противоречит Понятию нейтралитет Вот для того Чтобы это все Было четко Разъяснено И Международные державы Международное сообщество Понимало В чем мы готовы Участвовать В чем мы не готовы Участвовать Для этого должна быть Разработана такая концепция Все что сейчас происходит Господин президент Четко сказал О необходимости Ну и господин Демидецкий Абсолютно прав О необходимости Соблюдения интересов Республики Молдова А у нас какие интересы Первое Это реинтегрировать Объединить страну То есть У нас есть отдельная часть Которая формально Считается нашим Но фактически Она давно не наша У них абсолютно отдельное Государство Только не признано Это все прекрасно понимают Но делают умный вид Правые Так называемые Проевропейские партии Заявляя одно Декларируя одни вещи О необходимости И так далее И так далее Абсолютно этого не желают По одной простой причине Давний политологический закон Это плюс 200 тысяч избирателей Естественно Про российского И либо про левого толка Никогда Правые партии За это не будут голосовать Они будут вам Выплясывать Вытанцовывать И говорить разные вещи Но в реальности Они не позволят Объединение Республики Молдави Это первое Второе Я не помню кем Была подсчитана Экономическая целесообразность Мы знаем Что в Приднестровье Достаточно большой Примышленный потенциал Возвращение Приднестровья А это показывает Мы кстати Предлагали механизм Именно партия социалистов Предлагала механизм В виде федерализации Его можно обозвать По другому Но сам механизм Площадка обсуждения Для возвращения Приднестровья В единую страну Сама площадка есть Просто нужно обсуждать И факт о том Что Российская федерация Признает Молдавию Как единым государством Это нам в помощь Но правым партиям Это не нужно Необходимо Первое Это не нужно И для этого Они провоцируют И я уверен Что опять же Это обращение На основе конституционного суда Обращение в ООН Я имею ввиду Это просто Пиар-ход Это продолжение Как я сказал Политики Двуличия и лицемерия В преддверии Следующих парламентских выборов Очень удобно Обвинить президента В том Что он ничего не делает Раз И очень удобно За год До выборов Разделать Из этого Развести Огромный огонь И сделать Таким образом Чтобы часть Граждан Молдавии Проживающих В Приднестровье Чтобы они не имели Возможность Голосовать Потому что мы знаем О том Что какой-то Решающий Вклад В выборы Они все-таки Вкладывают Спасибо И так эти слова Прозвучали Господин Гелеский Сейчас вам всем По две минуты Предоставлю Что же очень мало Время остается И так эти слова Прозвучали Господин Гелеский Все пиар-ход Связан с выборами То есть Карта разыгрывается Ничего нового У каждого Свое мнение По поводу концепции Несколько слов Процитирую Господина Демидецкого Что дьявол в деталях Концепция нужна Для того Чтобы туда Были введены Определенные детали И одна из деталей Которые всегда Стремятся Вот пророссийские силы Вести Чтобы Молдова Во веки вечной Не было Не просоединилось К НАТО Я уже говорили В предвыборной кампании Собственно говоря Это будет написано Что мы во веки вечной Нейтральная страна Нет Ну вот именно Я говорю Вот как раз Это хотелось Я не знаю что будет завтра И поздезавтра Поэтому нам нужно Во веки вечной Написать Да потому что Мы не ее не видели пока Что там написано Но вы знаете Я знаю Я знаю к чему Там стремиться И зачем нужны Эти детали Я не видела Я знаю Единственное Это заключительные слова Да Моя Да конечно Ну если заключительные слова Я хотел отметить То что всегда отмечал И это мне кажется Очень важным Есть такой стих в Писании Где сказано Что блаженны миротворцы Ибо они будут названы Сынами Божьими Мир дороже всего И я уверен Что прочнее Мир будет Если на нашей территории Не будут Независимо Какие эти войска Чтобы не было Ни других войск Ни вооружений И так далее Чтобы мы поистину Были мирной страной Вот этого мне хотелось Я об этом и вам молюсь Очень бы хотелось Чтобы эти слова Были искренние Почему Потому что Правые силы Готовы вывести Ратуют за вывод ОГРВ Но тут же На следующий день Руками и ногами Проголосуют За размещение Контингента НАТО И мы видим О том Что это все дальше Дальше Программа Размещается Мы видим То что творится На Украине И вот сама политика Междуморья Так называемая То есть Усиление Антироссийского Кстати 54 системы Артиллерийского Залпового огня Румыния приобретает У Соединенных Штатов Дальность которых Между прочим До 300 километров Абсолютно спокойно С румынской территории Достают до Приднестровья Валерий И ваши две минуты Вот господин Гелецкий Секунду Сейчас я спрошу Господин Гелецкий И так вот Вроде эффектно закончил Но потом добавил Что Как бы он за мир Да Он понимает миротворцев Но 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 Если не будут делать То что он перечислял Я могу Просоединиться Господину Гелецкому Что блаженный миротворцем Я могу Просоединить Одобрить То что сказал Господин Гелецкий Что наша Молдова Должна быть нейтральной И на ней Не должно быть Никаких войск Но к этому Надо прийти Понимаете Для этого Надо решить все вопросы К сожалению У нас сегодня Не лучшее время Для решения вопросов В условиях Той геополитики Которая случилась Когда Извините меня Все думали Что можно Придавить Россию Просто так Не получилось Увы Знаете И сейчас Я очень хотел бы Чтобы У нас Не было В Молдове Политиков Которые готовы Спалить свой дом Чтобы изжарить Чужую яичницу Я думала Вы вспомните Еще одно выражение Добро Обязательно должно быть С кулаками И еще Масса Таких Таких вещей Я знаю Великолепно Что глобальной войны Пока там есть Миротворцы Не будет Но я не исключаю Что найдутся Какие-то Определенные круги Я не говорю Что это будут президенты И так далее Это часто очень бывало Вы помните Как толкали Кеннеди К Карибскому кризису И потом его застрелили Потом и многих других Президентов Толкали к каким-то Вещам И потом Знаете Какой-нибудь полковник Где-то что-то стрелял И такое начиналось И президент уже был неудел И начинались войны И глобальный конфликт Вот это я не хочу Чтобы у нас было случилось Очень не хочу Я думаю Что никто этого не хочет Дай Бог Дай Бог Вот на этой ноте Предлагаю нам с вами Завершить эту программу Мне кажется Что мы с вами Ярко спорили И телезрители Послушав наши аргументы Непременно сделали Свои выводы О том Кто из нас был прав Спасибо за то Что пришли И за то Что обсуждали эти темы Вы смотрели программу Дело принципа Я желаю вам всего самого доброго До свидания Заранее